Здравствуйте, это Татьяна Ковальчук и я приветствую вас на своем канале Канадская Деревня. Сегодня хочу с вами поделиться вот такой новостью. Мы, наверное, будем выбраковывать Люсеньку. Люсенька, как вы знаете, была нашей второй коровой. Мы купили ее вторую, потому что мы не хотели ждать, мы хотели молоко сейчас. Мы ее купили в хозяйстве, за ней очень плохо смотрели. Но мы были новенькие в этом и сказали, худенькая она гонит, жира будем кормить. С этой худовой пришло очень много болячек. У нее была гипокальцемия, у нее был акитос, у нее был парез, у нее столько, что только не было. Мы ее очень долго лечили. После того, как она телилась, мы ее свели аж на через год. И потом она, у нас был бычок от Дейзи Агуши. Вот Агуша, ее в 7 месяцев, он ее, у нее было 7 месяцев. Мы ее, он и Люсеньку осеменил. Там родился бычок Рокки. Вот, ну, уже мы его завезли. А Рокки уже нету. Вот, и сейчас она Рокки родила в прошлом году, 1 января. Вот уже больше года она не беременеет. Мы ее возили, мы ее искусственно осеменяли, проводили осеменять несколько раз. Ветеринар приходил, ее, как сказать, господи, подгонял под день, а что к искусственной осеменению. Мы ее возили 4 раза к быку, к быкам, разным быкам. Ну, вот так вот у нас сегодня я посмотрела, вернее, вчера я заметила, что она такая была. Вся такая-такая. Вот, и заметила, что она к вечеру стала прыгать на Зиночку. Ну, и Зиночка на нее, играли в эти игры. И вот, и бык там бегал за ней. Ну, так как он еще, мистер Браун, маленький, он там ничего не мог там еще сделать. Вот так вот. Так что она в охоте, и она не забеременела. Ну, конечно, мы позовем ветеринара, чтобы Майечку нашу посмотрел. И Зиночку подтвердил, что она беременная. Вот, но я так думаю, что, конечно, он не подтвердит, что Люся беременна. Поэтому мы, наверное, будем ее продавать. Она пойдет на аукцион. Я врать людям не буду. На аукционе я скажу, что все у нее нормально. У нее было два теремка, но вот сейчас у нас нет возможности или такого быка, который бы ее осеменил. Ну, не знаю. Хотя мой муж очень расстроен. И он говорит, он мне сказал, давай попробуем, вот, еще пару месяцев ее покормим. Ну, что делать? Мы и так ее уже год кормим. Не просто так. Вот. И вот, может, сведем ее, может, мистер Браун ее покроет. Вот. Ну, два месяца, в принципе, роли не играет. В семь месяцев он уже может спокойно осеменить корову. А Гуша у нас был, Дейзин сын, он осеменил Люсеньку в семь месяцев. Поэтому вот мистер Браун может ее тоже осеменить к этому же времени. Так что вот такие вот новости. Ну, следите за нашими видео, ставьте лайки, дизлайки. До новых встреч. До новых встреч.